всем привет в прошлом ролике я говорил про лондон а в этом я буду говорить про милан банджорно в предыдущем ролике я рассказывал про то что компания атлас девелопмент взяла престижную премию кто не смотрел этот ролик всем сюда по ссылке и надо сказать что ребята большие молодцы потому что подобного рода премии еще заслужить надо ну а я взялся рассматривать планировки в этом жилом комплексе жилой комплекс называется парк столиц сейчас строится два корпуса две башни лондон и милан про лондон я рассказывал в предыдущем ролике а вот про милан буду говорить в этом разберу первую трешку но а в следующем видео чтобы это длинным не делать разберу вторую трешку а затем еще и третью трешку интересно если вам поехали для начала хочу прочитать вам что написано у них на сайте ну то есть что вам обещают сделайте правильный выбор для будущих жителей первой очереди парка столиц разработано более 25 уникальных планировок от 42 до 154 метров квадратных которые предусматривают высокую эргономику пространства свободные планировки угловые панорамные окна высокие потолки со вторым светом а также технологии умного дома благодаря такому подходу каждая квартира станет персональным открытием ведь она станет отражением пожеланий конкретного человека или семьи проживающий в ней о как заявочка да смело но сейчас проверим не зря ли лорд ричард стюарт best вручал премию компании атлас development за лучший высотный жилой комплекс в россии рассмотрим трехкомнатную квартиру в корпусе милан номер квартиры 88 но вдруг кому-то интересно будет это трехкомнатная квартира площадью 106 квадратных метров и так поехали прихожая заходя в прихожую мы сразу же натыкаемся на маленький такой знаете нелепый шкафчик что в нем хранить но обувь разве что с шапочками я бы его убрал тем более что здесь есть гардероб по крайней мере он предусматривается планировкой и это надо сказать очень хорошо есть два шкафа они не очень большие но я думаю что эту зону так называемую гардеробную можно сделать очень вместительной и комфортной очень хорошо и так убрали шкаф прихожая получилось большой идем дальше но прежде чем идти дальше мы видим что здесь есть гостевой санузел в котором душевая раковина и унитаз 2 и 6 метра ребята но это очень тесно это прям тесно пипец если мы сюда зайдем то сразу же упремся в душевую кабину во первых она сама по себе маленькая а больше ты не поставить а если поставить это вы будете все время заходите в стенку упираться это не очень удобно дальше маленькая раковина ну бог с ним в гостевом санузле она имеет право жить а дальше стоит унитаз который упирается прямо в стенку душевой кабины ребята так ставить нельзя никогда это нарушение всех правил эргономики а я напоминаю слова застройщика предусматривают высокую эргономику пространство это фиаско братан чтобы убедиться в моих словах придите домой возьмите рулеточку отмерьте от края унитаза 30 сантиметров и поставьте картон очку потом сядьте на него во первых вы на него сядете то с трудом но встать точно не сможете где здесь высокая эргономика чё-то ребята здесь немножко попутали следующий момент вход в санузел из прихожей но как-то не очень но ребята но вы же заново с нуля проектируете дом но неужели нельзя предусмотреть как-то по-другому чтобы не через грязевую зону бегать и попадать в туалет дальше общее пространство общее пространство 26 квадратных метров в целом конечно неплохо но все равно маловато расположение мебели как-то не очень как мне кажется давайте разберем почему видите эти пунктирные линии в будущем это стенки и чтобы попасть в спальню которая в дальнем краю этой комнаты нужно где-то организовать дверь допустим она будет с краю будущей комнаты видите что получилось эта дверь загораживается столом понимаете в чем дело ходить неудобно будет вы скажете окей стол сдвинем ну конечно вы сдвинете и вы сдвинете и поставите его сюда на центр комнаты красиво ли это будет не знаю чтобы пройти в диванную зону вам нужно будет как-то обогнуть этот стол все время запинаясь оба стулья ну я бы не назвал это высокой эргономикой это фиаско братан попадаем в зал у нас стоит дивану стены напротив него телевизор здесь наверное метра 4 с небольшим ну в целом если поставить большой телевизор то в общем наверное неплохо но диван то здесь у нас один и кресло то уже наверное мало куда можно поставить а семья то у нас судя по картинке четыре то и пять человек две двухспалки и одна односпалка ну в принципе почему бы и нет к диванной группе в общем то меньше всего вопросов вопросы к столу который стоит не пойми как кухня стоит в дальнем углу от окна такой своеобразной ниши образуя п-образную конфигурацию кухни ну в целом вроде бы ничего с точки зрения эргономики приготовления но как бы может быть и сойдет хотя здесь конечно все нарушено но вы же помните что мы сначала достаем продукты из холодильника кладем их на стол а здесь у нас варочная поверхность дальше мы должны их помыть в мойке а здесь не мойка из мойки дальше у нас должна быть зона рабочая на которой мы все нарезаем и оттуда уже отправляем вариться на варочную поверхность но понимаете да чтоб все было эргономично у нас же высокая эргономика так что чтобы она случилась так сказать и стала высокой надо поменять конфигурацию всей этой техники и что очень сильно меня смущает так это то что кухня очень далеко от окна то есть на ней всегда будет темно хозяйка которая будет готовить мало того что ей и так темно она стоит спиной к гостям и домочадцам и своим телом будет заслонять тот немногий свет который хоть как-то будет все-таки долетать из окна на кухню одно сплошное неудобство можно ли сделать как-то по кому ну наверное можно надо рисовать а я рассмотрю следующие комнаты это детская 14 квадратных метров ну детская и детская в общем квадратной формы все нормально вопросов нет мебель можно поставить по другому конечно же вот так наверное ставить не стоит потому что сразу много места кровати занимается но это уже вопрос индивидуальный спальня спальня большая 22 и 9 квадратных метра и первое что я вижу это барочный столик вдоль окна какая прелесть какая милота кровать в дальнем углу и остается еще очень много места места детки до телевизора сушки а вам правда нужен телевизор в спальне вот всегда хочу спросить напишите в комментариях у вас вообще есть телевизор в спальне вот у меня например нету у половины моих заказчиков нету мне даже больше чем у половины но тем не менее в каждой планировке телевизор есть спальне в детской в гостиной во второй спальне одни сплошные телевизоры жуть расстояние огромное от кровати до телевизора что делать вот в этом пространстве не совсем понятно почему нельзя было сделать спальню поменьше а гостиную побольше все-таки именно там мы проводим больше времени а не в спальне спальню мы просто спать приходит конечно здорово когда она большая но при этом гостиная должна быть большой а здесь она всего лишь навсего 26 метров это фиаско братан но зато здесь есть гардеробная и это здорово даже из двух шкафов так сказать мужская половина и женская есть ванна небольшая 4 квадратных метра и опять со стиральной машины ребят но не надо ставить стиральную машину в родительскую спальню зачем она же будет мешать спать там же помимо стиральной машины будет стоять корзина с грязным бельем и все это никак не будет украшать ванна наверняка вы захотите сделать ее красивой купите красивую дорогую плитку заморочитесь за дизайн потратите деньги на хорошую сантехнику а потом у банс и корзина с грязными трусами и носками вот она радость то зато на плиточку потратили деньги да в общем убираем стиральную машину из ванной и тогда более-менее что-то получится куда убрать это вопрос надо думать но придумать можно у нас остается еще одна спальня которая тоже своей ванной комнатой и со своей стиральной машины зачем 200 стиральной машины в одной квартире или здесь разные семьи будут жить наверное это сразу под сдачу они предусматривают одна семья вторая семья каждый по себе живет а это такой open space где все встречаются в общем то на самом деле это классное решение когда в квартире две мастер спальни потому что если у вас взрослые дети например подросток так это здорово он там живет у себя автономно и тем не менее он с нами под боком под контролем так сказать в этой спальне странно немного расположен шкаф как-то вот в уголку а дальше вот кровать и все это делает компоновку какой-то немного нелепой но я думаю что если здесь приложить голову немножко подумать то все получится и будет хорошая комната в целом можно сказать что квартира неплохая над ней можно работать как считаете напишите в комментариях ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и ждите следующего выпуска в котором я рассмотрю следующую трешку из корпуса милан всем пока да прибудет с вами муза